Ермолай и мельничиха. Из цикла «Записки охотника». Вечером мы с охотником Ермолаем отправились на тягу. Но, может быть, не все мои читатели знают, что такое тяга. Слушайте же, господа. За четверть часа до захождения солнца, весной, вы входите в рощу с ружьем без собаки. Вы отыскиваете себе место где-нибудь подле опушки, оглядываетесь, осматриваете пистон, перемигиваетесь с товарищем. Четверть часа прошло. Солнце село, но в лесу еще светло. Воздух чистый и прозрачен. Птицы болтливо лепечут, молодая трава блестит веселым блеском изумруда. Вы ждете. Внутренность леса постепенно темнеет. Алый свет вечерней зари медленно скользит по корням и стволам деревьев, поднимается все выше и выше, переходит от нижних, почти еще голых веток к неподвижным, засыпающим верхушкам. Вот и самые верхушки потускнели. Румяное небо синеет. Лесной запах усиливается, слегка повеяло теплой сыростью. Влетевший ветер около вас замирает. Птицы засыпают, не все вдруг, по породам. Вот затихли зяблики, через несколько мгновений малиновки, за ними овсянки. В лесу все темнее да темнее, деревья сливаются в большие чернеющие массы. На синем небе робко выступают первые звездочки. Все птицы спят, грехвостки, маленькие дятлы одни еще сонливо посвистывают. Вот и они умолкли. Еще раз прозвенел над вами звонкий голос пеночки. Где-то печально прокричала Иволга, Соловей щелкнул в первый раз. Сердце ваше томится ожиданием, и вдруг... Но одни охотники поймут меня. Вдруг в глубокой тишине раздается особого рода карканье и шипенье. Слышится мирный взмах проворных крыл. И Вальдшнеп, красиво наклонив свой длинный нос, плавно вылетает из темной березы навстречу вашему выстрелу. Вот что значит стоять на тяге. Итак, мы с Ермолаем отправились на тягу. Но, извините, господа, я должен вас сперва познакомить с Ермолаем. Вообразите себе человека лет сорока пяти, высокого, худого, с длинным и тонким носом, узким лбом, серыми глазками, взъерошенными волосами и широкими насмешливыми губами. Этот человек ходил в зиму и лето в желтоватом нанковом кафтане немецкого покроя, но подпоясывался кушаком. Носил синие шаровары и шапку со смушками, подаренную ему в веселый час разорившимся помещикам. К кушаку привязывались два мешка, один спереди, искусно перекрученный на две половины для пороху и для дроби, другой сзади, для дичи. Хлопки же Ермолай доставал из собственной, по-видимому, неистащимой шапки. Он бы легко мог на деньги, вырученные им за проданную дичь, купить себе патронаж и сумму, но ни разу даже не подумал о подобной покупке и продолжал заряжать свое ружье по-прежнему, возбуждая изумление зрителей искусством, с каким он избегал опасности просыпать или смешать дробь и порох. Ружье у него было одноствольное, с кремнем, одаренное, притом скверной привычкой, жестоко отдавать, отчего у Ермолая правая щека всегда была пухлее левой. Как он попадал из этого ружья? И хитрому человеку не придумать, но попадал. Была у него и легавая собака по прозванию Валетка, преудивительное создание. Ермолай никогда ее не кормил. — Стану я пса кормить, — рассуждал он. Притом пес, животное умное, сам найдет себе пропитание. И действительно, хотя Валетка поражал даже равнодушного прохожего своей чрезмерной худобой, но жил и долго жил, даже несмотря на свое бедственное положение, ни разу не пропадал и не изъявлял желание покинуть своего хозяина. Раз как-то в юные годы он отлучился на два дня, увлеченный любовью, но эта дурь скоро с него соскочила. Замечательнейшим свойством Валетки было его непостижимое равнодушие ко всему на свете. Если бы речь шла не о собаке, я бы употребил слово разочарованность. Он обыкновенно сидел, подвернувший под себя свой куцый хвост, хмурился, вздрагивал по временам и никогда не улыбался. Известно, что собаки имеют способность улыбаться и даже очень мило улыбаться. Он был крайне безобразен, и ни один праздный дворовый человек не упускал случая ядовито насмеяться над его наружностью. Но все эти насмешки и даже удары Валетка переносил с удивительным хладнокровием. Особенное удовольствие доставлял он поварам, которые тотчас отрывались от дела и с криком и бранью пускались за ним в погоню, когда он, по слабости свойственной ни одним собакам, просовывал свое голодное рыло в полурастворенную дверь соблазнительно теплой и благовонной кухне. На охоте он отличался неутомимостью и чутье имел порядочное. Но если случайно догонял подраненного зайца, то уж и съедал его с наслаждением всего до последней косточки, где-нибудь в прохладной тени, под зеленым кустом, в почтительном отдалении от Ермолая, ругавшегося на всех известных и неизвестных диалектах. Ермолай принадлежал одному из моих соседей, помещику старинного покроя. Помещики старинного покроя не любят куликов и придерживаются домашней живности. Разве только в необыкновенных случаях, как то в одни рождения, именины и выборов, повара старинных помещиков приступают к изготовлению долгоносых птиц, и, войдя в азарт свойственной русскому человеку, когда он сам хорошенько не знает, что делает, придумывают к ним такие мудреные приправы, что гости большей частью с любопытством и вниманием рассматривают поданные яства, но отведать их никак не решаются. Ермолаю было приказано доставлять на господскую кухню раз в месяц пары-две тетереви и куропаток, а, впрочем, позволялось ему жить где хочет и чем хочет. От него отказались, как от человека, ни на какую работу негодного, ледащего, как говорится у нас в Орле. Пороху и дрови, разумеется, ему не выдавали, следуя точно тем же правилам, в силу которых и он не кормил своей собаки. Ермолай был человек пристранного рода, беззаботен, как птица, довольно говорлив, рассеян и неловок с виду. Сильно любил выпить, не уживался на месте, на ходу шмыгал ногами и переваливался сбоку на бок, и, шмыгая и переваливаясь, улепетывал верст шестьдесят в сутки. Он подвергался самым разнообразным приключениям. Ночевал в болотах, на деревьях, на крышах, под мостами, сиживал не раз в заперти на чердаках, в погребах и сараях, лишался ружья, собаки, самых необходимых одеяний. Бывал бит сильно и долго, и все-таки через несколько времени возвращался домой одетый с ружьем и с собакой. Нельзя было назвать его человеком веселым, хотя он почти всегда находился в довольно изрядном расположении духа. Он вообще смотрел чудаком. Ермолай любил покалякать с хорошим человеком, особенно за чаркой, но и то недолго. Встанет, бывало, и пойдет. Да куда ты, черт, идешь? Ночь на дворе. А в Чаплино. Да на что тебе тащиться в Чаплино за десять верст? А там у Сафрона мужичка переночевать? Да ночуй здесь. Нет. Нет уж, нельзя. И пойдет Ермолай со своим валеткой в темную ночь, через кусты да водомоины. А мужичок Сафрон его, пожалуй, к себе на двор не пустит. Да еще чего доброго, шею ему намнет. Не беспокойте честных людей. Зато никто не мог сравниться с Ермолаем в искусстве ловить весной в полую воду рыбу. Доставать руками раков, отыскивать по чутью дичь, подманивать перепелов, вынашивать ястребов, добывать соловьев с дешевой дудкой с кукушкиным перелетом. Охотникам до соловьев эти названия знакомы. Ими обозначаются лучшие колена в соловьином пении. Примечание Ивана Сергеевича Тургенева. Одного он не умел, дрессировать собак, терпения не доставало. Была у него и жена. Он ходил к ней раз в неделю. Жила она в дреной полуразвалившейся избенке. Перебивалась кое-как и кое-чем. Никогда не знала накануне, будет ли сыта завтра. И вообще терпела участь горькую. Ермолай, этот беззаботный и добродушный человек, обходился с ней жестко и грубо. Принимал у себя дома грозный и суровый вид. И бедная его жена не знала, чем угодить ему. Трепетала от его взгляда, на последнюю копейку покупала ему вина и подобострастно покрывала его своим тулупом, когда он, величественно развалясь на печи, засыпал богатырским сном. Мне самому не раз случалось подмечать в нем невольные проявления какой-то угрюмой свирепости. Мне не нравилось выражение его лица, когда он прикусывал подстреленную птицу. Но Ермолай никогда больше дня не оставался дома, а на чужой стороне превращался опять в ермолку, как его прозвали на сто верст кругом и, как он сам себя называл подчас. Последний дворовый человек чувствовал свое превосходство над этим бродягой. И, может быть, потому именно и обращался с ним дружелюбно. А мужики сначала с удовольствием загоняли и ловили его, как зайца в поле. Но потом отпускали с богом и, раз узнавши чудака, уже не трогали его, даже давали ему хлеба и вступали с ним в разговоры. Этого-то человека я взял к себе в охотники, и с ним-то я отправился на тягу в большую березовую рощу на берегу Исты. У многих русских рек, наподобие Волги, один берег горный, другой луговой. У Исты тоже. Эта небольшая речка вьется чрезвычайно прихотливо. Ползет змеей, не на полверсты не течет прямо. И в ином месте, с высоты крутого холма, видна верст на десять со своими плотинами, прудами, мельницами, огородами, окруженными ракитником и гусиными стадами. Рыбы высти бездна, особенно головлей. Мужики достают их в жар из-под кустов руками. Маленькие кулички-песочники со свистом перелетывают вдоль каменистых берегов, испещренных холодными и светлыми ключами. Дикие утки выплывают на середину прудов и осторожно озираются. Цапли торчат в тени, в заливах, под обрывами. Мы стояли на тяге около часу. Убили две пары вальшнепов и, желая до восхода солнца опять попытать нашего счастья, на тягу можно также ходить поутру, решились переночевать в ближайшей мельнице. Мы вышли из рощи, спустились с холма. Река катила темно-синие волны, воздух густел, отягченный ночной влагой. Мы постучались в ворота. Собаки залились на дворе. Кто тут? Раздался сиплый и заспанный голос. Охотники, пусти переночевать. Ответа не было. Мы заплатим. Пойду, скажу хозяину. Сыц проклятый, окна вас погибели нет. Мы слышали, как работник вошел в избу, скоро он вернулся к воротам. Нет, говорит, хозяин не велит пускать. Отчего не велит? Да боится. Вы, охотники, чего доброго, мельницу зажжете. Вишь, у вас снаряды какие. Да что за вздор? У нас и так за прошлом году мельница сгорела. Просолы переночевали. Да знать, как-нибудь и подожгли. Да как же, брат, не ночевать же нам на дворе. Как знаете. Он ушел, стуча сапогами. Ермолай посулил ему разных неприятностей. Пойдемте в деревню, произнес наконец он со вздохом. Но до деревни было версты две. Ночуем здесь, сказал я. На дворе ночь теплая. Мельник за деньги нам вышлет соломы. Ермолай беспрекословно согласился. Мы опять стали стучаться. Да что вам надобно? Раздался снова голос работника. Сказано нельзя. Мы растолковали ему, чего мы хотели. Он пошел посоветоваться с хозяином и вместе с ним вернулся. Калитка заскрипела. Появился мельник, человек высокого роста, с жирным лицом, бычачьим затылком, круглым и большим животом. Он согласился на мое предложение. Во ста шагах от мельницы находился маленький, со всех сторон открытый навес. Нам принесли туда соломы, сено. Работник на траве подле реки наставил самовар и, присев на корточке, начал усердно дуть в трубу. Уголье, вспыхивая, ярко освещали его молодое лицо. Мельник побежал будить жену, предложил мне сам, наконец, переночевать в избе, но я предпочел остаться на открытом воздухе. Мельничиха принесла нам молока, яиц, картофелю и хлеба. Скоро закипел самовар, и мы принялись пить чай. С реки поднимались пары, ветру не было, кругом кричали карастели. Около мельничных колес раздавались слабые звуки, то капли падали с лопат, сочилась вода сквозь засовы плотины. Мы разложили небольшой огонек. Пока Ермолай жарил в зале картофель, я успел задремать. Легкий, сдержанный шепот разбудил меня. Я поднял голову. Перед огнем, на опрокинутой катке, сидела мельничиха и разговаривала с моим охотником. Я уже прежде, по ее платью, телодвижениям и выговору, узнал в ней дворовую женщину, ни бабу и ни мещанку. Но только теперь я рассмотрел хорошенько ее черты. Ей было на вид лет тридцать. Худое и бледное лицо еще хранило следы красоты замечательной. Особенно понравились мне глаза, большие и грустные. Она оперла локти на колени, положила лицо на руки. Ермолай сидел ко мне спиною и подкладывал щепки в огонь. «В желтухиной опять падешь», — говорила мельничиха. У отца Ивана обе коровы свалились. «Господи, помилуй!» «А что ваши свиньи?» — спросил, помолчав Ермолай. «Живут. Хоть бы поросеночка мне подарила». Мельничиха помолчала, потом вздохнула. «С кем бы это?» — спросила она. «С барином, с Костомаровским». Ермолай бросил несколько еловых веток на огонь. Ветки тотчас дружно затрещали. Густой белый дым повалил ему прямо в лицо. «Чего твой муж нас в зву не пустил?» «Боится». «Вишь, толстый берюхач!» «Голубушка, Арина Тимофеевна, вынеси мне стаканчик венца». Мельничиха встала и исчезла во мраке. Ермолай запел в полголоса. «Как любезный я ходил, все сапожки обносил». Арина вернулась с небольшим графинчиком и стаканом. Ермолай привстал, перекрестился и выпил духом. «Люблю», — прибавил он. Мельничиха опять присела на катку. «А что, Арина Тимофеевна, чай все хвораешь?» «Хвораю». «Что так?» «Кашель по ночам мучит». «Барин-то, кажется, заснул», — промолвил Ермолай после небольшого молчания. «Ты к лекарю не ходи, Арина, хуже будет». «Я и то не хожу». «А ко мне зайди погостить». Арина потупила голову. «Я свою-то, жену-то, прогоню на тот случай», — продолжал Ермолай. «Рабося». «Вы бы лучше барина разбудили, Ермолай Петрович. Видите, картофель испекся». «А, пусть дрыхнет», — равнодушно заметил мой верный слуга. Набегался, так и спит. Я заворочился на сене. Ермолай встал и подошел ко мне. «Картофель готов, извольте кушать». Я вышел из-под навеса. Мельничиха поднялась с катки и хотела уйти. Я заговорил с нею. «Давно вы эту мельницу сняли?» «Второй год пошел, строится на дня». «А твой муж откуда?» Арина не расслышала моего вопроса. «От Келева твой муж», — повторил Ермолай, возвыся голос. «Из Белева. Он белевский мещанин». «А ты тоже из Белева?» «Нет». Я господская. Была господская. «Чья?» «Зверкова господина. Теперь я вольная». «Какого Зверкова?» «Александра Силыча». «Не была ли ты у его жены горничной?» «А вы почему знаете?» «Была». Я с удвоенным любопытством и участием посмотрел на Арину. «Я твоего барина знаю», — продолжал я. «Знаете», — отвечала она в полголоса и потупилась. «Надобно сказать читателю, почему я с таким участием посмотрел на Арину. Во время моего пребывания в Петербурге я случайным образом познакомился с господином Зверковым. Он занимал довольно важное место, слыл человеком знающим и идельным. У него была жена, пухлая, чувствительная, слезливая и злая, дюжинное и тяжелое создание. Был и сынок, настоящий борчонок, избалованный и глупый. Наружность самого господина Зверкова мало располагала в его пользу. Из широкого, почти четвероугольного лица лукаво выглядывали мышинные глазки. Торчал нос, большой и острый, с открытыми ноздрями. Стриженные седые волосы поднимали щетины над морщинистым лбом. Тонкие губы беспрестанно шевелились и приторно улыбались. Господин Зверков стоял обыкновенно растопырив ножки и заложив толстые ручки в карманы. Раз как-то пришлось мне ехать с ним вдвоем в карите за город. Мы разговорились. Как человек опытный, дельный, господин Зверков начал наставлять меня на путь истины. — Позвольте мне вам заметить, — пропищал он наконец, — вы все молодые люди судите и толкуете обо всех вещах наобум. Вы мало знаете собственное свое отечество. Россия вам, господа, незнакома, вот что. Вы все только немецкие книги читаете. Вот, например, вы мне говорите теперь и то, и то насчет того, ну, то есть насчет дворовых людей. Хорошо, я не спорю. Все это хорошо. Но вы их не знаете. Не знаете, что это за народ. Господин Зверков громко высморкался и понюхал табаку. — Позвольте мне вам рассказать, например, один маленький анекдотец. Вас это может заинтересовать. Господин Зверков откашлялся. — Вы ведь знаете, что у меня за жена? Кажется, женщину добрее ее найти трудно, согласитесь сами. Горничным ее девушкам нежитье просто рай воочию совершается. Но моя жена положила себе за правило замужних горничных не держать. Оно ей точно не годится. Пойдут дети, то, сё, но где ж тут горничные присмотреть за барыни как следует, наблюдать за ее привычками. Ей уж не до того, у ней уж не то на уме. Надо по человечеству судить. — Вот спроезжаем мы раз через нашу деревню. Лет тому будет, как бы вам сказать, не солгать, лет пятнадцать. Смотрим, у старосты девочка. Дочь прихорошенькая, такое даже, знаете, подобострастное что-то в манерах. Жена моя и говорит мне, — Коко, то есть вы понимаете, она меня так называет. Возьмем эту девочку в Петербург. Она мне нравится, Коко? — Я говорю, возьмем с удовольствием. Староста, разумеется, нам в ноги. Он такого счастья, вы понимаете, и ожидать не мог. Но девочка, конечно, поплакала с дуру. Оно действительно жутко сначала. Родительский дом. Вообще, удивительного тут ничего нет. Однако она скоро к нам привыкла. Сперва ее отдали в девичью, учили ее, конечно. Что же вы думаете? Девочка оказывает удивительные успехи. Жена моя просто к ней пристращивается, жалует ее, наконец, помимо других, в горничной и к своей особе. Замечаете? И надо было отдать ей справедливость. Не было еще такой горничной у моей жены. Решительно не было. Услужлива, скромна, послушна, просто все, что требуется. Зато уж и жена ее даже, признаться, слишком баловала. Одевала отлично, кормила с господского стола, чаем поила. Ну, что только можно себе представить. Вот это, как она лет десять у моей жены служила. Вдруг в одно прекрасное утро. Выобразите себе, входит Арина. Ее Ариной звали. Без доклада ко мне в кабинет. И бух мне в ноги. Я этого, скажу вам, откровенно терпеть не могу. Человек никогда не должен забывать свое достоинство, не правда ли? Чего тебе? Батюшка Александр Силыч, милости прошу. Какой? Позвольте выйти замуж. Я, признаюсь вам, изумился. Да ты знаешь, дура, что у барыни другой горничной нету. Я буду служить барыне по-прежнему. Вздор, вздор. Барыня замужних горничных не держит. Маланья на мое место поступить может. Прошу не рассуждать. Воля ваша. Я, признаюсь, так и обомлел. Доложу вам, я такой человек. Ничто меня так не оскорбляет. Смею сказать, так сильно не оскорбляет, как неблагодарность. Ведь вам говорить нечего. Вы знаете, что у меня за жена. Ангел воплоти доброта неизъяснимая. Кажется, злодей, и тот бы ее пожалел. Я прогнал Арину. Думаю, авось опомнится. Не хочется, знаете ли, верить злу, черной неблагодарности в человеке. Что же вы думаете? Через полгода, опять, она изволит жаловать ко мне с той же самой просьбой. Тут, я признаюсь, ее сердцем прогнал и погрозил ей, и сказать жене обещался. Я был возмущен. Но представьте себе мое изумление. Несколько времени спустя приходит ко мне жена в слезах, взволнована так, что я даже испугался. Что такое случилось? Арина, вы понимаете, я стыжусь выговорить. Быть не может. Кто же? Петрушка-лакей. Меня взорвало. Я такой человек, полумер не люблю. Петрушка не виноват. Наказать его можно, но он, по-моему, не виноват. Арина? Ну что ж, ну, ну, что ж тут еще говорить? Я, разумеется, тотчас же приказал ее остричь, одеть за трапез и сослать в деревню. Жена моя лишилась отличной горничной, но делать было нечего. Беспорядок в доме терпеть однако же нельзя. Больной член лучше отсечь разом. Ну, ну теперь посудите сами. Но ведь вы знаете мою жену. Ведь это, 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 наконец, ангел. Ведь она привязалась к Арине, и Арина это знала и не постыдилась. А? Нет, скажите, а? Да что тут толковать? Во всяком случае делать было нечего. Меня же, собственно, меня надолго огорчило, обидел неблагодарность этой девушке. Что не говорите, сердце, чувства в этих людях не ищите. Как волка не корми, он все в лес смотрит. Вперед наука. Но я желал только доказать вам. И господин Зверков, не докончив речи, отворотил голову и завернулся плотнее в свой плащ, мужественно подавляя невольное волнение. Читатель теперь, вероятно, понимает, почему я с участием посмотрел на Арину. — Давно ты замужем за мельником? — спросил я ее, наконец. — Два года. Что же, разве тебе барин позволил? — Меня откупили. — Кто? — Савелий Алексеевич. — Кто такой? — Муж мой. Ермолай улыбнулся про себя. — А разве вам барин говорил обо мне? — прибавила Арина после небольшого молчания. Я не знал, что отвечать на ее вопрос. — Арина! — закричал издали мельник. Она встала и ушла. — Хороший человек, ее муж? — спросил я Ермолая. — Что? — А дети у них есть? — Был один, да помер. — Что ж, она понравилась мельнику, что ли? Много ли он за нее дал выкупу? — А, не знаю. Она грамоте разумеет. В их деле оно того. Хорошо бывает. Стало быть, понравилось. — А ты с ней давно знаком? — Давно. Я к ее господам прежде хаживал. Их усадьба от Селева недалеча. — И Петрушку Лакея знаешь? — Петра Васильевича? — Как же! Знал! — Где он теперь? — А, в солдаты поступил. Мы помолчали. — Что, она, кажется, нездорова? — спросил я, наконец, Ермолая. — Какое здоровье? — А завтра чай-тяга хороша будет. Вам теперь соснуть не худо. Стадо диких уток со свистом промчалось над нами, и мы слышали, как оно спустилось на реку недалеко от нас. Уже совсем стемнело и начинало холодать. В роще звучно щелкал соловей. Мы зарылись в сено и заснули. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok